Привет, мои дорогие, в прошлом видео я сделал обзор на вот такую вот пудру прикосновения безупречности от Giordani Gold, а сегодня я рассмотрю вот такую вот новинку от Giordani Gold, это карандаш. Сделан он во Франции, срок годности после вскрытия 6 месяцев. Что это означает? Как только вы вот так вот первый раз открыли карандаш, все, через 6 месяцев его нужно выбросить. Почему? Это то же самое, как банка с огурцами. Открыли, один раз залезли рукой, второй раз залезли рукой, третий, что получилось? Рассол ваш портится. Здесь то же самое, кроме того, что карандаш соприкасается с нашей кожей и бактерии переносятся вот сюда. Нам же не нужна аллергия на слизистые глаза, правильно? Мы жмотимся и как только срок годности закончился, выкидываем. И пользуемся, 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 потому что это тренд сезона. Ставила два карандаша тонкой линии и каллиграфии от Giordani Gold. Giordani Gold карандашик чуть меньше. Карандаш тонкой линии. Да, очень тонко наносится, хорошо, но мне не нравится в нем. Оттенок не интенсивно черный, он такой немножко сероватый. Если взять этот карандаш, то какой плюс? Во-первых, вы можете рисовать как очень тонкую линию, сделав уголочек, уголочком. Раз. Видите, насколько оттенок отличается. Во-вторых, вы можете сделать широкую вот такую линию. Два. Видите, можно сделать немножко другим объемом. Но, 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 интенсивность. Посмотрите, какая шикарная интенсивность. Очень насыщенный, прям как подводка. Замечательный пигмент. Может, я как-то не так наносила вот этот карандаш тонкой линии. Я еще раз проведу. Вот, вот так вот прям проведу его. Ждем буквально несколько секунд для того, чтобы посмотреть, почитать, что же у нас написано в каталоге. Итак, карандаш, подводка для глаз, каллиграфия, джердане, вот. Твердый, как у фломастера, скошенный кончик подводки и угольно-черные пигменты обеспечивают идеальную четкость контуров и интенсивный цвет. В этом случае содержится комплекс лошпитал, который укрепляет ресницы и ухаживает за ним. То есть, главное, вы не только пользуетесь декоративной косметикой, но она еще делает ухаживающий эффект. А мы же с вами хотим 60 выглядеть как 40, правда? Теперь по поводу стойкости. Давайте посмотрим. Ох, и начинаем стирать. Вот так, вот так, вот так, вот так. У меня руки немножко увлажнились, но посмотрите, какой. Стойкость очень идеальная. Теперь мы поплакали. Поплакали, и наша подводка осталась идеальной. Пользуемся мицеллярным лосьоном Reflame, который, кстати, я настолько обожаю. Это продукт класса люкс, но стоит на порядок дешевле. Итак, смотрим, как удаляется подводка. Обычная жидкость для снятия макияжа. Все, пара движений, чисто. Вот должна быть косметика, суперустойчивая, легко наносится, должен быть классный пигмент, и при любом очищающем средстве она должна сразу же моментально удаляться. Вот это розовое. Это? Что розовое? Вот это. Это пудра. Ты хочешь быть красивой, как мама? Да. Я очень красивая. Что? Я хочу это красить. Да, безусловно, этим фломастером тонкой стороной очень удобно, легко прорисовать тонкую линию. У меня уже был наподобие такой фломастер от Reflame, и он меня разочарал. Он мне не понравился. И я, честно говоря, я не знаю, где находится эта подводка. То ли я кому-то передарила, в какую косметичку я ее засунула, но неудобно. То есть я не могла нанести идеальную линию. Вот это действительно был минус. Вот. Буквально пару раз, и я забросила. Что же касается, то ли там толще подводка, я не знаю. Переворачиваем. Ищем самый тонкий уголочек. Подстраиваемся под линию наших глаз и проводим. Посмотрите, черный, хороший пигмент. Также минус того карандаша тонкой линии в том, что если вы нанесли какие-то кремовые тени, то уже наноситься не будет поверх. У меня макияж будет затруднительным. Почему? Потому что у меня уже нанесена тушь. Ну, я как-то постараюсь подобраться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это крапинки черные были по ванной. Пришлось оттирать, кошмар. Как я себя винила. Итак, следующая хитрость. Если вы видите, что вот таким вот корректором вам сложновато все-таки провести тонкую стрелочку, пока корректор еще не высох, вы можете воспользоваться вот таким вот фломастером, либо, например, другой какой-нибудь тоненькой кисточкой и дотянуть стрелочки до идеального состояния. Два корректора. Этот корректор удобно наносить за счет тонкой щеточки, но неудобен тем, что он оттенок, но не нравится. Он имеет сероватый такой оттенок носа, хотя, когда делаешь макияж не такой интенсивный, он наоборот делает плюс. Но опять же таки, в зависимости от того, какой вам макияж нужен. Если это дневной, не нужны вам такие контрастные стрелки, то, конечно же, вот это лучший вариант. Особенно, что касается зеленых глаз. Здесь идеально подчеркивает глаза более, как вот таким черно-сером карандашом. Этот карандаш подводка, безусловно, выигрывает она в стойкости, в цвете насыщенном, ультра-черном. Вот, кисточка удобна, но вы можете, но небольшой минус, вы можете не нанести такую тонкую тонюсенькую линию. Поэтому здесь нужно воспользоваться еще подводкой, если у вас есть, либо вот таким, буквально довести стрелочки. Если взять, идеальное было сочетание, если их как-то вместе объединить. Но, к сожалению, это карандаши, которые предназначены для внесения разных функций. Кроме того, вы можете, как я говорила, сейчас очень модно широкие стрелки. Поэтому, когда вы, в зависимости от того, как буквально чуть-чуть повернете угол, вы можете сделать различные эффекты. А вы пользуетесь этими продуктами? Если да, очень вас прошу, оставьте комментарий, ваш отзыв. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, я вам приготовлю еще продукты. Подписывайтесь на мой канал.